Районное казачье общество подвело итоги своей деятельности. Перед казаками держал ответ славянский атаман Александр Семко. Что было сделано за 2023 год и о задачах на предстоящий период, смотрите в следующем материале выпуска. Казаки Славянского района Казачьего общества на проведение отчетного сбора собраны. Докладывает атаман Славянского района Казачьего общества, войсковой старшина Семко. Принять участие в отчетном сборе славянского казачьего общества приехали казаки со всего района. Среди почетных гостей были войсковой старшина, помощник атамана Кубанского казачьего войска Роман Мартыненко, казачий полковник, председатель совета стариков Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Владимир Яркин, глава Славянского района Роман Сенеговский, который в своем приветственном слове отметил важность работы, проводимой казаками, и поблагодарил их за помощь в решении многих социально важных вопросов, в том числе защите интересов страны в зоне специальной военной операции. За участие в ней более 20 славянских казаков были награждены государственными наградами. Так складывается жизнь и политическая ситуация, что круг вопросов, которыми занимается казачьство, ежегодно расширяется. В настоящее время, когда наша страна проводила специальную военную операцию, казаки не остались в стороне. Более 100 человек отправились в зону своего. За проявленное мудрство и героизм имеют государственные награды. Казаки активно участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи нашему наслужащему, помогают семьям мобилизованных. Искренне вам за это спасибо. По всем создателям дела видно, что районное казачье общество всегда настроено на взаимодействие, на плодотворную работу, на выполнение задач, которые обозначены президентом России Владимир Владимировичем Путиным, губернатором Кубани В. Кондратьевым и атаваном Всероссийского казачьего общества Виталием Владимировичем Кузнецовым. Стратегия развития казачества в нашей стране определена, и вы четко ей следуете. Желаю славянскому районному казачьему обществу и в дальнейшем плодотворной работы на благо Рубани и нашего славянского района. В повестке дня отчетного сбора казаков было рассмотрено более семи вопросов. Безусловно, одним из основных стал доклад атамана славянского казачьего общества Александра Семко о проделанной работе. Сегодня в районе действует 16 первичных казачьих обществ, в которых состоит 1953 человека. Одним из знаковых событий прошлого года стали военно-полевые сборы, в которых принял участие свыше 200 славянских казаков, и они показали достойные результаты. Медцом нашей совместной работы стало первое место атаманской казачьей дивизии по итогам полевого выхода и третье место в спортивных соревнованиях этой дивизии. Сегодня казаки принимают активное участие в охране границ и общественного порядка, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. На сегодняшний день в районе работает 5 казачьих школ, 128 казачьих классов, 81 группа казачьей направленности, в которых занимаются более 3,5 тысяч ребят. Кроме этого, проведена большая работа совместно с Управлением образования по присвоению школам и детским садам статуса казачьей образовательной организации. В прошедшем году статус казачьего получили три детских садика. Это впервые в нашей истории. При каждом атамана района казачьего общества во всей школе определены казаки-наставники. Хочется отметить анастасиевских, славянских и петровских наставников, которые регулярно посещают школы, причем не только казачьи. Их с нехерпением ждут ребят и педагоги. На присвоение статуса казачьего учреждения в этом учебном году отработаны направленные в Министерство образования, необходимые документы по школе номер 9 ст. Петровска для принятия решения. Если говорить в целом, то со всеми поставленными задачами районное казачье общество по итогам прошлого года справилось. Работа была выстроена эффективно. По многим показателям удалось вырваться вперед. По некоторым, например, как численность казачьего общества, еще предстоит провести большой объем работ. Славянское районное казачье общество сохранило свои лидирующие позиции в Таманском отделе кубанского казачьего войска. На меня была почетная миссия вручения грамоты по итогам служебной деятельности среди районных казачьих обществ Таманского казачьего дела. Таманский казачий отдел – 8 районов, как вы знаете. Значит, в Славянском районном казачьем обществу Таманского казачьего дела кубанского казачьего войска вручается диплом за второе место за 2023 год. В конце мероприятий, отличившихся в работе казаков и руководителей образовательных организаций, принимающих активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, поощрили почетными краевыми и муниципальными грамотами. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».